Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 ситуации. Все правила по проведению голосования в связи с ковид-эпидемией соблюдены членами комиссии. Наши тоже перчатки, маски, все антиосептические процедуры, которые должны проводиться, каждые два часа всё это обновляется, меняется. И я считаю, что всё это голосование проводится на должном уровне, как это и должно быть. В избиркоме Карачаева-Черкесии ещё раз напоминают, что на участках следует избегать контактов, рукопожатий, по возможности ни к чему не прикасаться и не задерживаться без необходимости более 15 минут. Напомню, проголосовать за изменения в Конституцию до дня голосования можно каждый день на всех избирательных участках республики. Мурат Жанкёзова, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Продолжается следствие по факту гибели детей, сестры и брата Пряткиных. Неделю назад их тело нашли недалеко от аула Беслиней. Уголовное дело по факту гибели детей получило широкий общественный резонанс в Карачаевой-Черкесии. Сейчас его расследованием занимается Следственный комитет. О том, как идёт следствие, нам рассказал старший помощник руководителя по самодействию со СМИ Следственного управления Следственного комитета по Карачаевой-Черкесии Роман Цыганков. В ходе осмотра каких-либо признаков, указывающих на насильственную смерть детей, в настоящее время не установлено. По уголовному делу следствием отрабатываются различные версии происшествия. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. В настоящее время результаты экспертиз не готовы, потому что экспертизы довольно-таки объёмные, сложные. Это и генотипоскопические экспертизы, это и экспертизы химические, токтилоскопические, то есть проводится большой комплекс экспертиз более 10. И после получения их результатов, возможно, будут какие-то дополнительно проводиться следственные действия уже с учётом выводов назначенных экспертиз. Известий за перштаба. Сегодня в Карачаевой-Черкесии выявлено 72 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 3 221. Выздоровели больше 1640. Госпитализированы. Сейчас прогноз погоды на завтра. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. Вечером и во второй половине дня в горах местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днём порывы до 11-14. Температура ночью плюс 8-13. Днём 23-28 выше нуля. В горах ночью до плюс 8, а днём до плюс 19. В Черкесске без осадков. Днём порывы восточного ветра до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 11-13. Днём 26-28 градусов тепла. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное бельё, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный, безналичный расчёт, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%. От 150 тысяч скидка 7,5%. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б, телефон 8-938-030-30-50. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». Это «Главные вести республики». Мы работаем в прямом эфире. Голосование на дому в условиях пандемии приобретает особо актуально. У нас этим правом сегодня воспользовался председатель старейшем Прикубанского района Джишарби Масугенов. Он позвонил в участковую избирательную комиссию посёлка Кавказский и согласовал время голосования. Комиссия с переносным ящиком и персональным бюллетенем явилась к воротам его дома в установленное время. После предъявления паспорта Джишарби Масугенов поставил отметку в документе и отпустил бюллетень в ящик для голосования. Все процедуры заняло буквально несколько минут. «У меня сосед есть, буквально Махмуд. Он намного старше меня. Он где-то в районе 29-го года, кажется. На 10 лет он старше меня. Ну вот как, это разве нехорошо будет прийти к нему? Не тревожься, никуда не ходи, не беспокойся. Вот, пожалуйста. Это отлично выдумано. Очень даже хорошо. Спасибо, кто-то вообще придумал вот это вот подобное голосование. Большое, огромное спасибо даже, да, и честное слово. Я же говорю, это не для красного словца телевидениями говорю. Это от души. Это душа моя говорит об этом. В России идет голосование по поправкам Конституции. Одна из них касается бережного отношения к животным. И прежде всего здесь идет речь о гуманности. В нашей стране 400 приютов для бездомных животных. И многие из них выживают за счет пожертвований неравнодушных людей. Вот уже пять лет небезразличен к судьбе брошенных и покалеченных кошек и собак Анар Баширов, основатель приюта «Белый клык» в Черкесске. Как столь в непростое время заботиться о братьях наших меньших, не сломиться от разных предрассудков и просто быть добрым человеком? Светлана Шаганова посетила приют «Белый клык». И вот ее репортаж. Все бездомные собаки и кошки мечтают обрести свою теплую будку и, конечно, хозяина, который будет заботиться. Приют «Белый клык» собрал бы, конечно, всех бездомных животных. Но сюда попадают покалеченные собаки и кошки. И причиняют им зло именно люди – жестокие и хладнокровные. Собачка лает и очень хочет сама рассказать, в какую беду она попала. Но собачий язык мы не понимаем. И все душещипательные истории рассказывает хозяин приюта. На глазах детей, на детской площадке, эту собаку избивал мужчина. Был поврежден глаз. Собачку мы тоже простабилизировали, вылечили. Анар – ангел-хранитель этих животных. Он, как доктор Айболит, спешит к едва выжившим животным. Лечит вот таких беззащитных кошек и собак, выхаживает их. Здесь не просто приют. Своеобразный госпиталь для животных. Но чтобы содержать их и тем более лечить, нужны средства, и немалые. Фондов специальных нет. И приходится рассчитывать на помощь неравнодушных людей. Очень многие люди не понимают, что вот ты спасаешь собак, кошек, зачем вы их вообще лечите. Это существа, которые должны жить на улице. Но это все неправильно, потому что животные, кошки, собаки должны жить с человеком. И они нуждаются именно в человеческой помощи. На пожертвования Анар купил дачный участок. Установил вольер и одним словом создал уют для кошек и собак. В живописном дворике очень комфортно. В каждом кустике встретишь забавную кису. Жанет прячется от солнышка. А кто-то решил пообедать. Здесь у кошек два домика. Вот чистый блок. В нем все стерильно. Так называемая зеленая зона. В холодильнике молочные продукты, необходимые лекарства, вакцины. У нас есть кормящая собака, кошки. То есть они питаются у нас молочными продуктами. Дальше у нас тут есть вакцинации. Мы животных вакцинируем. Хозяин старается, чтобы меню у животных было разнообразным. Но все это быстро заканчивается. И опять-таки оказывают поддержку люди. Либо корм привозят, либо перечисляют средства. Второй домик – изолятор для кошек. Красная зона. Здесь находятся кошечки с разной патологией. После лечения они присоединятся к здоровым своим четвероногим друзьям. Вот трехлапый Афоня. После ампутации он вернулся к жизни и научился ходить без четвертой лапки. Сейчас тоже нуждается в доме. Но несмотря на то, что он трехлапый, тоже себя чувствует активно, прыгает и по кроватям. То есть все у него хорошо, полностью здоров. А вот самая печальная киса – вишенка. Взгляд очень жалобный. Но все позади. Вовремя попало в добрые руки. Животные, как люди. Такие же разные. И внешне, и по характеру. Вот причудливая кошка Бетти. А на этаж выше взобралась рыжая хюрем. Тоже пока на карантине. Здесь, как в санатории, после всех процедур – релакс. Можно поваляться на кровати. Помещение кварцуется. Регулярно меняют и постельное белье. Но само название «приют» – это временное пристанище. И желание хозяина, чтобы здоровых кошек и собак забирали. Дай Джим на счастье лапу мне. Наверное, каждый из них хочет протянуть свою лапу своему хозяину. И, конечно, обрести свой теплый и уютный дом. Есть такие отзывчивые люди, как Анар, которые безумно любят животных. Но есть и недоброжелатели, которые обвиняют этого молодого человека в том, что всё это он делает ради хайпа. Всё как бы неправильно, неправда. И наши подписчики видят нашу работу. Люди нам верят. И вот всё как бы показываем. Выставляем финансовые отчёты. На официальной страничке в Инстаграм всё прозрачно. Здесь все доходы и расходы. И, конечно, вся жизнь приюта здесь, на этих фотографиях. Печальных и радостных. Радость, когда кошку или собаку спасли от смерти и забрали из приюта добрые люди. И одна из поправок в Конституцию касается именно защиты животных. И, может быть, после этого окружающие будут более ответственно относиться к братьям нашим меньшим. Ведь не зря говорят, животные – они как люди. Всё понимают, так же хотят жить. И у них тоже есть мечта. Одна на всех. Обрести хозяина. И наверняка есть люди, которые, может, именно сейчас ищут своё пушистое счастье. Светлана Шаганова, Рашид Токов, Стас Полянский, Александр Горпенченко. Вести. Крачаева, Черкесия. А теперь полезные вести. По многочисленным просьбам наших телезрительниц мы подготовили подробную инструкцию, как выбить алименты от своего бывшего. В убивании долгов главную роль имеет право сыграть бывшая тёща, которая по закону может оформить бывшего зятя, как ушедшего почти на тот свет. Тёщи бывшими не бывают. Инструкция по управлению бывшим зятем. В любом случае избежать ответственности от уплаты никак не получится. Нежелающего кормить детей отца можно по документам отправить почти на тот свет и получать пособие по потере кормильца. И это очень выгодно. Это возможность получать социальные выплаты на ребёнка. Если у бывшего мужа нет ни кола, ни двора, ни зарплаты, то как взыскать с него алименты? Исходя из среднемесячной заработной платы на территории Российской Федерации. В бой может вступить бывшая тёща-должника. И для этого нужно не свидетельство о расторжении брака, а очень простая бумага. В соответствии с законодательством. Таким мы сделали это очень полезное утро. Приятной вам субботы и до новых волнующих встреч. Пока-пока. Приглашаем вас на полезное утро. Завтра, 27 июня, в 8 утра. Это будет выгодно посмотреть всем участникам семейной драмы. А ещё завтра утром к эфиру мы приглашаем пенсионеров. Старикам впаривают бесполезную, но очень дорогую защиту от коронавируса. Это все вести на сегодня. Спасибо. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!